Сразу в нескольких ведущих вузах страны проходит заключительный этап Олимпиады для студентов «Я профессионал» масштабного образовательного проекта, рассчитанного на учащихся разных специальностей. Казанский федеральный университет не составил исключения в рамках сотрудничества КФУ. С Высшей школой экономики Казани организаторам удалось детально проверить знания и навыки студентов и магистрантов. Победители Олимпиады получат памятные призы и льготы при дальнейшем получении образования. Мы в этом году, получается, сотрудничаем с Казанским федеральным университетом. Вот часть из направлений Олимпиадных проводится здесь, на базе этой площадки. Насколько я знаю, по другим направлениям определенным, допустим, КФУ сотрудничает с РАНХИКС, также Московским университетом. КФУ нам предоставляет площадку для проведения, вот эти все аудитории предоставляют нам материалы, также аудиторию для оргкомитета и все организационные вопросы помогают решать, потому что, конечно, без них здесь мы не справились бы. Олимпиада проводится по 27 направлениям, от математики и экономики до дизайна и журналистики. Одна из ее особенностей состоит в практике ориентированности. Кейс разработали научные сотрудники и профессионалы крупных государственных и частных компаний. Задания придумали, получается, те, за которые отвечает Вашя школа экономики. Это экономика, финансы, бизнес-информатика, социология и журналистика. Возможно, я не все перечислила, но основные писали представители Высшей школы экономики, соответственно. Задания для бакалавриата и для магистратуры разные. То есть, получается, Олимпиада именно уже для студентов. Она в первую очередь, конечно, призвана помочь бакалаврам поступить в магистратуру. С ее помощью можно получить высокие баллы и поступить без экзаменов. А также, просто вообще, я думаю, проверить свои знания. Уже в феврале участники, успешно выполнившие задания отборочного этапа, получат возможность посетить зимние школы. Это место встречи с преподавателями вузов и потенциальными работодателями. Аделья Шамилова, Роман Самарин, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.